Всем привет и добро пожаловать на видео отзывы на новинки L'Oréal, которые сейчас повсюю популярны и как на американском, так и на европейском или российском YouTube. И речь пойдет о двух новинках, можно сказать, уже бестселлерах, потому что у нас они довольно-таки популярны в Германии на виду. И это тональный вот такой с красной крышечкой из линейки Infallible 24 часа Fresh Wear, то есть обещано 24 часа стойкости, свежести, идеального макияжа. Конечно же, главное обещание этой тональной основы это стойкость и идеальное состояние тонального средства весь день. И консилер, который появился совсем недавно, и сначала я не планировала его покупать, но потом все-таки решила сделать видеообзор на эти две новинки. Я также сделала тест, целый день носки этого тонального продукта и консилера, поэтому я тоже сейчас поболтаю. И тоже после недели, почти что ежедневного тестирования, использования этой тональной основы, я могу поделиться своими мыслями, своими впечатлениями, и могу ли я порекомендовать эту тональную основу к покупке или нет. Давайте начнем все-таки с тонального. И, как я уже сказала, обещает эта тональная основа свежий финиш, свежее состояние, как бы такое идеальное состояние тональной основы, целый день и стойкость, и как-никак покрытие. Вообще вся эта линейка с такой красной крышечкой или Infallible обещает стойкость, самое главное ее обещание. И у меня лет 10 назад была уже одна основа с такой красной крышечкой. Другая упаковка, конечно же, была, и мне не подошел оттенок, он был слишком теплый, и мне не очень нравилось состояние кожи, как выглядела эта тональная основа на коже, поэтому я от нее тогда избавилась. И после этого, честно говоря, в сторону этой линейки больше не смотрела. Но я все-таки решила взять и попробовать, потому что уже очень многие хвалят, и это почти что, не знаю, всеобщий фаворит. Эта тональная основа очень красивая упаковка, здесь очень классная стильная помпа, продукт довольно-таки жидкий. Его нужно тушевать как можно быстрее, мне кажется. Можно тушевать и кистью, и спонжиком. Кистью я предпочитаю набирать меньше, то есть, если вы наберете слишком много, будут такие полоски, разводы, она не будет тушеваться хорошо, будет только вот так ездить по коже. Поэтому иногда, если я наберу слишком много или хочу наслоить эту тональную основу, что тоже можно сделать, если вам не хватает покрытия, и наношу кистью, такой тушующей обычной кистью для тональной основы, и сверху вот так при тушевой прикладываю спонжиком, либо бьюти-блендером. Оттенок номер 20 мне подошел отлично, он не слишком теплый, не слишком светлый, не с каким-то странным подтоном, возможно, есть еще самый светлый, я не знаю, но он сейчас у меня на лице и подошел замечательно. Да, у меня шея уже очень-очень светлая, иногда вот наношу сюда. Если нанести слишком много и не растушевать ее, она будет оксидироваться, то есть, будет темнее. Тональная основа схватывается, я вот сегодня не пользовалась пудрой и нету ни липкости, ничего. Если у вас сухая кожа, то припудривать вам даже не надо будет вот эту тональную основу. Сегодня я ее тоже использовала для макияжа, если вам интересно, и совсем слегка она мне вот здесь в полосочку так вселась, немножко вот здесь у носа, слегка она запала в поры, но я потом притушевала и более-менее здесь вот между бровями вот этой зоны она немножко заметна. Что мне очень нравится в этой тональной основе, что она тонкая, легкая, но при этом замаскировывает недостатки, сглаживает общий тон. Какие-то покраснения, какие-то явные недостатки она, конечно же, не замажет, и для этого можно использовать этот же консиллер из этой линейки, он работает замечательно. Особенность приятная в этой основе, что она настолько незаметна на коже, как бы сливается с кожей, то есть покрытие и тональная основа незаметны на коже, что большой плюс для нее. Но мне кажется, поведение этой тональной основы во многом зависит от состояния вашей кожи. Если она более сухая, нормальная-сухая, как у меня, то вам придется немножко поиграть с ней, чтобы сделать ее идеальной для вас. В первые дни, когда я ее нанесла на обычный увлажняющий крем, который довольно-таки легкий, непитательный, я чувствовала эту тональную основу на коже, я чувствовала стянутость, и в этот день я использовала пудру, что для меня, наверное, не самый лучший метод использования вот этой тональной основы, то есть если я хочу использовать вот эту тональную основу, то я избегаю пудры, иначе у меня будет стянутость, и это не от пудры, потому что эту пудру я использую с другими тональными продуктами, и у меня такого не бывает, то есть она и так уже мотируется, она и так уже схватывается, и пудра не очень хорошо лично для моей суховатой кожи сейчас в весеннее время. Следующий такой пункт. Если у вас есть сухость на коже, если кожа недостаточно увлажнена, она немножко будет заметна на коже. Да, я упомянула, что она сливается с кожей, очень хорошо выглядит на коже, но при условии, что ваша кожа в ухоженном, хорошем состоянии, увлажненная. Если нет, то она ляжет не идеально, она будет заметна на коже. Мне кажется, это отличный вариант для комби и жирной кожи. Вы даже можете ее при пудре, она будет стойкой, она будет хорошо лежать, носиться на коже. Для сухой кожи здесь нужен будет хороший праймер, или капулечку масла в ваш уход, или в тональное средство, или как, не знаю, праймер под, или базу под этот тональный. Я тоже так тестировала, и в принципе было неплохо. Я заметила, что она хорошо выглядит на коже и делает ее немножко такой заблюренной, отфотошопленной, совсем-совсем слегка. И здесь, как-никак, я вижу легкие такие шиммерные частички. То есть вот этот свежий лук, который не сухой, не стянутый, как раз-таки благодаря вот этим светоотражающим частичкам, то есть она делает такое рассеивание света, более такой красивый финиш. Я вот под каким-то углом, под каким-то светом смотрю и думаю, какая красивая кожа. А потом в некотором другом свете смотрю, она какая-то суховата, не такая идеальная. То есть зависит от вот этих, знаете, таких трюков, вот этой тональной основы. Я не против, я люблю такие штучки, я сама подмешиваю вечно какие-то подсвечивающие праймеры, какие-то жидкие хайлайтеры тональные. Я обожаю такой эффект, я люблю такое. Но если вам такое не нравится, здесь нету сияющего, не поймите меня не так, нету сияющего эффекта, но такой легкий подсвечивающий эффект имеется. Это тональная основа, о которой я, не знаю, не могу сложить какое-то окончательное мнение, и сказать, да, она суперская или нет, она плохая, конечно же нет, но она как-то вот так посрединке, больше к тому, что она мне нравится. Но я, знаете, выбираю дни, когда ее использовать или ситуация. Если мне нужна хорошая стойкость целый день, то я все-таки возьму ее. Если у меня кожа тоже в хорошем состоянии, не сухая, то я тоже воспользуюсь ей. Я же говорю, есть такие дни, в которые я просто влюблена в нее, просто восхищаюсь ею. Но есть такие дни, когда я такая думаю, нет, все-таки она не идеальна, у меня есть получше тональная. Вот, буду пользоваться ее и дальше, она действительно неплохая. Но вот абсолютным фаворитом она все-таки не стала. От меня я, наверное, поставлю 4, такую твердую четверку, хорошая тональная основа, не без изъянов. Если вам интересно, у вас такая подходящая кожа от тональной основы, от которой я уже все сказала, то приглянитесь, возможно, она вам подойдет. И консилер. Здоровенная такая упаковка, здесь 11 мл. Я когда ее купила, цена мне показалась немножко завышенной, как для консилера. Но вот этот консилер можно использовать не только под глаза, но на все лицо, для контурирования. То есть вы выделяете вот эти зоны. Тоже хочу потестировать для этой цели. Все-таки этот консилер стоит своих денег, он не самый такой бюджетный. Называется Infallible More Than Concealer. То есть больше, чем консилер. То есть можно использовать как даже тональный его в рекламе, так и сказано. То есть это такой корректор для всего лица. Я взяла оттенок средний, 3-2-3 фон, по-моему, он называется. Самый светлый, я обычно выбираю самый светлый, но я его посвочила, он почти такой как белый. И я не думаю, что он выровняет синяки под глазами, для чего я и покупала этот консилер. Поэтому я взяла средний, он, кстати, был почти раскуплен. Очень популярный оттенок. Этот консилер схватывается под глазами. То есть припудривать его нету надобности. Сначала меня так немножко насторожил этот факт. То есть такие консилеры, как правило, будут немножко стягивать, подсушивать кожу. То есть этот вариант, мне кажется, не на каждый день. Сегодня я его использовала. Давайте посмотрим, забился ли он в складки. Вау! Неплохо. То есть я его не закрепляла пудрой, и он не забился в складки, не скатался, ничего с ним не случилось. Покрытие неплохое. Это не самый кроющий консилер в моей коллекции. Потому что, допустим, один от Too Faced, который для меня вообще самый лучший, тот кроет просто... Ну, ему нет конкуренции. Этот неплох, но не замена. Я уже, конечно же, слышала отзывы на этот консилер. И его уже, конечно же, сравнивают с знаменитым Shape Tape от Tarte. И его немножко напрягает, когда каждый новый консилер сравнивается с тем аналогом. Там, не знаю, поклоняются ему все. Это обязательно упоминайте. Я понимаю, что все хотят найти дюб, замену, такую более бюджетную находку этому знаменитому консилеру. У меня его нет. И покупать я его не хочу, потому что я уже не могу о нем слышать. Но если он у вас есть, и вы его любите, это замечательно. Но здесь, опять-таки, большой такой спонжик. Для чего, я не знаю. Возможно, для лица. Но для зоны вокруг глаз это вообще лишнее. Я наношу буквально капулечку. И все. Если вы нанесете чуть больше, он будет заметен под глазами. Он забьется в складки. То есть вы наносите совсем капулечку. Растушевываете, приклопываете вот так. И все будет отлично. Я его наносила, конечно, побольше, поменьше. Тогда он немножко так ездит. Занимает больше времени, чтобы усесться и схватиться под глазами. И тогда он выглядит не совсем так хорошо. Конечно, можно наслоить, если вам не хватает покрытия. Вот здесь еще капулечку вот так нанести. Можно закрепить пудрой, если вы хотите. Но, мне кажется, без пудры он выглядит лучше. Он выглядит свежее, не так сухо. Конечно, нужно хорошо увлажнить кожу перед нанесением этого консилера. Также его проведение зависит от вашего ухода, состояния век. У меня все нормально. Да, у меня есть такая морщинка. Это не морщинка, а складка. Туда он может забиться, но он этого не делает. Конечно, он не сглаживает вот эту складочку. Но, тем не менее, он туда не проваливается, что уже хорошо. И вполне довольна этим консилером. Я ему поставлю даже лучшую оценку, чем тональному. 4,5. Не 5, потому что все-таки он не для такой, знаете, сухой кожи. Он может ее немножко подчеркнуть. И после того, как я снимаю макияж, я чувствую немножко сухость. То есть он немножко иссушает кожу, мне кажется. То есть после этого вам нужна либо маска, либо мега питательный крем под глаза. То есть я не думаю, что это вариант прям на каждый-каждый день. Вот как мне кажется. Я пользуюсь им, но даже вот сейчас я его нанесла, не закрепляла пудрой. Я чувствую такую легенькую, такую стянутость под глазами. То есть сниму полбала. Именно вот этот факт, что он не совсем такой, знаете, щадящий для сухой кожи. Но стойкость, финиш, все остальное мне очень-очень нравится в этом консилере. Я не собиралась его покупать, совсем случайно взяла для отзыва и очень-очень довольна. Будет интересно узнать ваше мнение, если вы пользовались этим консилером и как он вам понравился. Я считаю, что это очень удачная линейка, удачные новинки, удачные приобретения для меня. Я очень надеюсь, что этот отзыв, обзор вам был полезен, что вы для себя взяли что-то полезное, решили, нужно вам это или нет. Я буду пользоваться вот этой парочкой дальше. Возможно, даже летом. Вот, я забыла сказать, что вот этот макирующий эффект, вот эта стойкость вот этого консилера отличный будет летом. Хотя оттенки, конечно, не летние. Возможно, я возьму вот этот консилер в еще более темном оттенке. Им можно пользоваться и на все лицо, и на зону под глазами. Отличная идея. Я считаю, что это хорошая такая новинка. Я надеюсь увидеть вас в своем следующем видео. Я вам желаю удачи, хорошего дня, и пока-пока.